Это пульс дня, мы продолжаем выпуск. В Мариуполе в результате обстрела города российскими вооруженными силами была тяжело ранена шестилетняя девочка. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось, ребенок умер в больнице. Подобных ситуаций на Украине сейчас много. Проект База данных при поддержке волонтеров собирает все материалы о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных на территории Украины. Для последующей передачи их всем заинтересованным сторонам, а именно общественным организациям и СМИ, все факты преступлений будут расследованы, а военные преступники подвергнутся неизбежному наказанию. Если вы обладаете какой-либо информацией или имеете видео, пишите на e-mail, который сейчас видите на экране. Война должна быть остановлена, виновны, установлены и наказаны. Скажите этому путинскому ***, вот эти глаза вот этого ребенка и плачущих врачей, ***, чтобы он сдох. Сейчас ко мне присоединяется Екатерина Клюева, журналист из Киева. Катя, здравствуйте. Что сейчас происходит в Киеве? Может быть более конкретно, если касается жителей обычных людей, для них немножечко стрессовая ситуация, потому что в магазинах не так, как раньше изобилия товаров, немного не хватает сухих круп, туалетной бумаги, но при этом все магазины, практически все сетевые магазины работают, есть возможность купить хлеб. Многие производители, точнее поставщики воды, бутилированной, теперь предоставляют ее бесплатно, в том числе и в специальных аппаратах для тех, кто хочет запастись водой, опасаясь возможной блокады, о которой, к сожалению, здесь тоже говорят. Ходить по улицам в период воздушной тревоги наши власти нам не рекомендуют, мы соблюдаем эти рекомендации. Кто-то скрывается в убежищах, кто-то все-таки сидит дома, не выходит за пределы своих жилищ. У нас относительно безопасный район, но мы слышим взрывы, и на наш район тоже было несколько, не прямо на наш район, но около трех километров, я думаю, здесь слышно, было хорошо, были попадания. Но это было попадание не в жилые дома, а просто... Это было сегодня? Да, это было сегодня и вчера. Сейчас, как вы сейчас оцениваете обстановку, я имею в виду, вот именно сегодня по сравнению с предыдущими днями? Знаете, у нас все дни слились в какой-то один бесконечный день. Мне трудно определить, какой сегодня день войны, ну, по-моему, да, неделя, седьмой. Но мне кажется, что обстановка такая же. Много людей, ну, все больше и больше людей выезжает, но те, кто решили остаться в Киеве, они остаются. Они собираются в группы, соседи знакомятся друг с другом, буквально прожили вот в этом доме шесть лет и не знали соседей, как вот за этот период. Многие вывозят детей, и многие, я знаю, что просто возвращаются, это касается мужчин, чтобы, ну, быть с родным городом, его защищать. У нас очень много в социальных сетях людей, которые здесь, из Америки, помогают украинцам сейчас выбраться, перебраться из города в город, даже уехать в Польшу. Как сейчас на самом деле вот с этим обстоят дела? Реально ли выехать из Киева и реально ли, ну, вот добраться куда-то до границы? Несколько автомобильных дорог спаскойны и относительно безопасны, но каждое утро киевская городская администрация сообщает направление, куда можно выехать автомобилем, но все-таки просят больше пользоваться транспортом железнодорожным. Украинцы тоже каждое утро сообщают расписание поездов эвакуационных на Западную Украину. Там они практически все бесплатные и в разных направлениях, не только в Ольбов, но и к румынской границе, к словацкой границе и так далее. Посадка там осуществляется в порядке очереди, были сложности с этим, потому что люди, многие паниковали. Сейчас, насколько мне известно, организовано все более спокойно, запускают первыми женщин с детьми, с маленькими, но потом все в порядке очереди. И выехать сейчас из Киева реально, и железнодорожным транспортом, наверное, это предпочтительный вид эвакуации, который нам доступен. Что касается энергоснабжающих организаций, работает ли, ну понятно, электричество мы видим, работает, отопление, вода, как с этим дела? Не слышала жалоб, что где-то в Киеве не работает отопление или свет, или даже интернет. Мы сейчас с вами общаемся, видишь, даже довольно качественный канал. То есть в Киеве с этим все в порядке. Вчера, когда ракета упала возле железнодорожного вокзала, Антон Герасченко, один из наших спикеров государственных, сообщал, что порвана теплотрасса и могут быть проблемы с теплоснабжением, но, насколько мне известно, все в порядке было, и эту аварию быстро локализовали, и все в порядке. Но в пригородах Киева, где идут столкновения, конечно, там о энергоснабжении, теплоснабжении говорить сложно, и во многих местах уже необходимы гуманитарные коридоры, потому что там дети и женщины просто в подвалах сидят без света, без тепла. Вы сказали, что в магазинах нет товаров первой необходимости, продуктов. У нас в Соединенных Штатах, в городах в разных собирают какие-то вещи, первой необходимости, там подгузники, медицинские товары, отправляют это все на Украину. Как это организовано там? Получают ли люди эти товары? Знаете ли вы какие-то пункты, где это можно получить? Ну, вся координация в Украине сейчас проходит через телеграм-чаты. Очень много волонтерских организаций, но распространение информации, они буквально из рук в руки, то есть точно знаем, что это не провокация, что это действительно люди, которые помогают. Эти чаты, они по районам собираются, и есть общий киевский чат, и помощь передается буквально от человека к человеку. Мы сегодня тоже сходили в магазин, купили, успели купить продукты и поделились с нашими соседями, которые тот магазин сегодня не успели. Знаю, что много гуманитарных грузов сейчас идет, таких как централизованной системы раздачи нет, она децентрализована. Человека к человеку, человека к сообществу, и многие, мы знаем, наши волонтерские организации, которые еще до войны работали здесь, они тоже делятся опытом со многими обычными людьми и тоже привлекают их как волонтеров, чтобы раздавать еду, чтобы помогать тему, кому сейчас сложное время с первым необходимым. Катя, а что говорят сейчас в Киеве о дальнейшем развитии событий? Мы знаем, что несколько минут назад в России выступал Владимир Путин, пока подробностей я не знаю, но что говорят у вас, что дальше? Всех, кого я знаю, говорят о том, что на Украину напали, но мы будем бороться и мы не сдадимся. Перемирие, о котором тоже говорят, на условиях России для нас неприемлемо. Все люди, которые здесь остались, даже пенсионеры, говорят о том, что они будут защищать свою родину, буквально каждый свой двор, вплоть до того, что обычные гражданские, не имея понятия о том, как строить укрепления, мы просто настроили баррикады на въезде в каждые дворы из шин, из каких-то старых дверей, чтобы затруднить вообще проход для противника, но в то же время, чтобы своих защищать. Спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нам сегодня. Екатерина Клюева, журналист из Киева, была с нами на связи. Таким был этот день, как его увидели мы в редакции программы сразу после Юрия Ростова моя коллега Наталья Быстрицкая с Паскриптумом. Редактор субтитров А.Семкин